Первыми в цепочке приготовления колбасы находятся раскройщики и обвальщики мясных туш. Профессиональный рубщик на рынке перед Новым Годом в сутки разделывает до тонны мяса. У меня, конечно же, есть большое желание обработать вот эту корейку, но она ведь стоит денег. Отмечу только, что вот этот тяжеленный топор весит 6 килограммов 200 грабов. Здесь тонкая позвоночник тонкий. После длительного приготовления колбаса поступает на прилавки. Она не является продуктом первой необходимости, как хлеб, масло, но так хочется побаловать себя чем-то вкусным. Да копченую хочу купить. Вы ее предпочитаете? Ну, иногда хочу. Уже старый стал, когда-то все подряд пробовали. Я сейчас колбаску купила вот у этого продавца, она мне еще уступила, так как я пенсионерка. Сегодня в Министерстве сельского хозяйства Республики отметили, мясопереработчики по поводу стоимости продукции к ним не обращались. В Минсельхозе считают, что и поводов особых нет, ведь по данным Татстата за два года цена на килограмм свинины поднялась только на 4 рубля, а на курицу и вовсе снизилась. В первую очередь по мясным продуктам мясо курицы мы обеспечены, по мясу говядины мы обеспечены собственным мясом на 85 процентов. Рынок мяса он такой специфический, то есть мы понимаем, что потребление в летние периоды мяса, оно особенно говядина снижается, там мы получаем больше шашлычные, там свинину и так далее. Повышение стоимости сырья прочих расходов автоматически ведет к росту готовой продукции, говорят экономисты. Правда, у колбас есть свой нюанс. В массовом так называемом сегменте колбас, как мы говорим, мяса практически и нет, там колбаса дешевле, чем мясо. Вот в этом сегменте достаточно странно, например, требовать от сетей поднять цену. Что касается сегмента дорогих колбас, там действительно процент мяса очень высок, соответственно, стоимость там может подняться на 20-30 процентов минимум этих изделий. Кстати, продавцы на рынке отмечают, в феврале цены на колбасу уже успели поменяться. Ну, чуть-чуть подорожало, ну что, теперь мы... Этот пример на сколько? Ну, 23 рублей. Марсей Бигбаев, Максим Малов, телеканал Эфир.